Еще раз доброе утро. Действительно, как мы говорили до паузы, идет массовая вакцинация и сейчас большое количество людей готовится к тому, чтобы привиться. Вообще большое количество новостей связано с прививками. Например, сегодня то самое бюро вакцинации полностью переходит под эгиду Национальной службы здоровья. Сегодня же в Сейме депутаты одной из комиссий распорят инициативу о ликвидации бюро вакцинации. Минздрав сообщит об открытии новых приоритетных групп той самой вакцинации. Это сотрудники оперативных служб, вторая группа сотрудников образовательных учреждений. И в целом появились цифры статистики, что первую прививку от COVID получил уже каждый десятый житель Латвии. Ну и возникает вопрос, если у вас подходит или очередь, или вы хотите в порядке живую очередь, если такое будет возможно, получить привиться. Что нужно делать для этого? Чего делать ни в коем случае нельзя до или после вакцинации? Потому что у людей тоже разная реакция. В соцсетях все делятся своими ощущениями после перевивки. И вот мы хотели бы получить квалифицированное, действительно, квалифицированное разъяснение, пояснение на этот счет и резидент-инфектолог университетской больницы имени Страдыня, практикующий в отделении с больными COVID-19 Илья Дергунов с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Илья. Здравствуйте. Как ситуация в отделении? Я так понимаю, к сожалению, опять рекордная заполняемость последние дни? В целом в больнице Страдыня ситуация стабильна уже несколько недель. Примерно количество пациентов стоит на месте. Мы успеваем пациентов лечить, выписывать, и примерно такое же количество поступает. Скорее в инфектологическом центре это очень такое качающийся показатель, учитывая, что это все-таки одно из главных учреждений, где COVID-19 пациенты находятся. Там, конечно, бывают наплывы, бывают отливы. У нас состояние стабильное, но не могу сказать, что это хорошо. Хорошо было бы, если бы оно было стабильно снизающе. Сейчас оно стабильно стоит на месте уже несколько недель. Если мы посмотрим на цифру, сколько же каждый день болеют людей, то и новых случаев открывают, то, к сожалению, мы видим стабильность. Может, это и хорошо, но лучше было бы, если бы это было стабильно снижающееся количество пациентов. Поэтому ничего хорошего пока сказать не могу. Здесь не поспоришь. Ну, Илья, действительно, касаемо темы вакцинации, могли бы вы, пожалуйста, ввести в курс дела такой, не знаю, инструктаж провести тех, кто готов, кто хочет или кто призываем вакцинироваться? Потому что, к сожалению, официальная информация не достаёт. И та компания социальная, которая была запущена, 2 миллиона причин, она не разъясняет, если можно так выразиться, технические нюансы прививок, а главное, подготовительного периода и то, что следует после укола. Что можно делать? Что категорически нельзя до, после, между? Можно ли алкоголь, там, не знаю, спорт, там, ну, вообще, вот все, там, еда, там. Да, показания и противопоказания. В целом, самое главное, что обязательно надо запомнить со всеми ковид-вакцинами, я думаю, это уже с самого начала люди узнали об этом, это вспомнить о своих аллергических реакциях до этого. Это было в самом начале, это самое главное, что надо вспомнить, что обязательно надо рассказать перед тем, как пойдёте вакцинироваться. Потому что иногда бывает, человек забывает, что у него была аллергическая реакция до этого, иногда он, не знаю, не хочет об этом говорить или считает, что это маловажно. Нет, это очень важно, учитывая, что это всё-таки новая вакцина и даже новые виды этих вакцин, новые разработки, как эти МРНК-вакцины, да, это всё-таки что-то новое. И обязательно надо рассказывать о аллергических реакциях перед тем, как вы идёте на прививку, во время, как вы приходите на прививку и даже после того, как вы получили прививку, об этом всё равно надо помнить, потому что реакции могут быть. И поэтому очень также важно, когда человек приходит на эту вакцинацию, у человека всегда есть право спросить, посмотреть, что же входит в состав этой вакцины. Это не так, что это какая-то скрытая технология, которую человек ни в коем случае не может видеть, да, только медицинские работники и исследователи должны знать эту формулу, что там внутри, какие дополнительные вещества, потому что как бы у вакцины есть активное вещество, которое и создаёт этот иммунитет, и есть вспомогательные вещества, которые усиливают иммунный ответ, поддерживают стабильность этой вакцины, не даёт ей разрушаться быстро и так далее, и так далее. И вот эти вспомогательные вещества и могут вызывать эти побочные реакции, поэтому если человек знает, что у него была когда-то реакция на что-то, обычно это какие-то медикаменты или даже вакцины, то желательно всё-таки спросить, и человек имеет полное право 100% попросить, чтобы ему показали, что же входит в состав этой вакцины. Есть коробочка от вакцины или сама баночка, вакцина на баночке, это не так часто пишется, в коробочке, да, попросить, чтобы показали, что же входит в состав вакцины, и может быть на что-то есть реакция. А если вот такая ситуация, вот что тогда нужно делать, если вот, ну, выяснять, что да, может быть реакция на эту вакцину? Тогда есть возможность выбрать другую вакцину, да, сейчас у нас хотя бы три вакцины в Латвии есть, и поэтому и нет такого, что только одна вакцина доступна, людям можно и в Pfizer иногда попасть, на Moderna можно попасть, в клиниках разных, на AstraZeneca, да, поэтому всегда можно выбрать, всегда можно, если одна вакцина не подходит, то можно тогда выбрать другую. Также можно консультироваться с семейным врачом, семейные врачи тоже должны быть компетентно рассказать пациенту, вот такая вот вакцина, у меня была такая реакция, что будет, можно ли пробовать эту вакцину, если семейный врач не имеет такой информации, что нет, тогда, конечно, идем вакцинироваться, и тоже пришли вакцинироваться и спросили, что входит в состав этой вакцины, у меня была реакция, там дают заполнять бланки специальные, где тоже все аллергические реакции до этого какие были, как они выражались, на что они были и так далее, поэтому человек должен об этом узнать и спросить, чтобы не было никаких неприятностей, как бы я вроде и пугаю немножко, потому что эти реакции действительно достаточно редкие, настолько тяжелые, что вакцину нельзя получить, но все-таки не хочется, так сказать, попасть на такой момент, чтобы что-то случилось. Илья, вы не то, что не пугаете, как по мне, вы излишне мягко излагаете и оптимистично, и вас послушать складываются впечатления, очень надеюсь, что не ложное, что действительно все вокруг специалисты, такие, как и вы, любой семейный врач настолько квалифицирован, а главное поддерживает вакцинацию, что действительно и первичную диагностику проведет правильную, и посоветуют верным путем, каким двигаться и так далее и тому подобное, хотя открывая даже новостные порталы, включая MixNews.LV или там социальные сети, можно прочесть о различных реакциях и о различном отношении со стороны тех же самых семейных врачей и дополнительных сложностей, которые, к сожалению, их поведение, их восприятие реальности создает для тех, кто и хотел бы вакцинироваться, но вот как-то нет. Вот скажите, нужно ли специально перед тем, как я иду вакцинироваться, например, ну не знаю, не завтракать, или можно ли принимать алкоголь накануне, или какие-то такие вот вещи? В целом с едой никаких проблем быть не должно, обычно вакцины не связаны ни с какой, ни с переемом пищи, можно это спокойно и кушать, и завтракать, и обедать, и до и после вакцины. С алкоголем это тоже очень интересный вопрос в плане вакцины, и сейчас COVID это новая болезнь, вакцины от COVID это новые вакцины, и, так сказать, их все больше и больше, и поэтому очень большое внимание сейчас на фоне этой пандемии как раз-таки вакцинам COVID и проверяются и с алкоголем, и без алкоголя, и до алкоголя, и после алкоголя. В целом я не хочу, конечно, как-то стимулировать людей этим заниматься, но как таковые реакции не должны быть, несмотря на то, что человек употреблял алкоголь до или после вакцины. Мы ни в коем случае не пропагандируем, конечно, это такой проходной вопрос, среди прочего. А в целом алкоголь как таковой, конечно, это не самое лучшее занятие, даже если пропустить факт того, что человек вакцинируется. Алкоголь как таковой, это все-таки немножко другое, что я и так не советую, но если уж человек решает, что ему нужно выпить, это не должно никак влиять на то, что он может... Ну, для храбрости, например, да, испугался. Только хотел сказать. Нет-нет, это не должно влиять, человек может получить вакцину до алкоголя и после алкоголя. Конечно, желательно этим сильно не увлекаться, особенно после вакцины, потому что иногда бывает, что у человека появляются побочные эффекты алкоголя, которые можно спутать с побочными эффектами вакцины. У нас есть звонок, судя по всему, да? Головные боли и так далее. Да, 67212-93-9, да, здравствуйте, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы поинтересоваться, когда можно вакцинироваться, если я переболела ковидом вот в декабре. В начале декабря я им переболела. Спасибо за вопрос. То есть когда вот, да, рекомендуется. Спасибо. В целом вакцинация разрешается сразу после того, как вы выздоровели. И выздоровели это не значит, что у вас негативный тест ковида. Как, если вы, может, видели, очень много информации о том, что ковид-тесты могут быть положительные. Мы сами рассказываем пациентам, что три месяца после того, как человек переболел, ковид-мазок до сих пор может быть положительным. Но это никак не значит, что человек еще до сих пор болен и заразен. А как тогда определить, что болезнь закончилась? В принципе, это улучшение самочувствия, температура нормальная, человек потихоньку чувствует себя лучше, лучше, да, заканчивается кашель, либо он становится меньше, слабость потихоньку отпускает. Поэтому в целом это клинические симптомы, как мы понимаем, что ковид улучшается и заканчивается. И когда уж человек без температуры хотя бы три дня и кашель начинает, если такой есть, потихоньку уменьшаться, то в целом считается, что пациент уже выздоровел с точки зрения заразности. Он может продолжать лечение спокойно дома, отлеживаться, отпиваться и все. И значит, извиняюсь, отвечать на вопрос, вакцинироваться можно сразу после того, как вы переболели. Можно подождать 2-3 месяца, пока считается, что естественный иммунитет еще вас защищает от повторного ковида. И у нас продолжаются звонки из эфира с вопросами к Ле Дергунову, резиденту-инфектологу университетской больницы имени Страденя, который практикуют в отделении как раз с больными ковид-19. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Большое спасибо за гостя. И почаще бы таких гостей, если можно было бы приглашать, чтобы можно было бы задавать свои дилетантские глупые вопросы и получать умные ответы. Вопросов, правда, очень много, на весь эфир как бы не хватит. Вот один из последних вопросов просто закусился с антипрививочником. И можете мне сказать, вот у нас три вакцины, насколько их отличие разное? Вот я могу, ну, ему доказываю одно, что какая бы разница, прививки какой бы не было, смысл один и тот же, что, как бы, придем к тому, что мы, ну, вылечимся от вируса. А он мне доказывает, насколько они разные, вот в процентах ли можно вот сказать, ну, как бы, я ему говорю, платформа одна и та же, вот только Pfizer отличается всем, там, векторный. А вот он, ну, говорит, вот в процентах скажите мне, как они вот отличаются, вот, ну, нет у меня ответа ему сказать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да, здравствуйте, спасибо за вопрос. В целом, идея там даже, несмотря на то, что они отличаются по своей структуре, как они разработаны и что они делают в организме, эффект тот же, создается иммунный ответ, да, поэтому иммунитет вырабатывается. И поэтому проценты, если посмотреть, как бы в этих исследованиях у Pfizer там 90 плюс процентов, у Moderna 90 плюс, а у AstraZeneca почему-то все очень смотрят на цифру 70. Нам примерно в среднем 70 процентов. Никто не углубляется в тот факт, что эти 70 процентов это полностью люди, которые после вакцинации вообще будут без симптомов, у них даже не будет COVID, если они встретятся с ним. 100 процентов от любой вакцины, которую человек получит в полном объеме, две дозы, 100 процентов этих пациентов не попадают в больницу и 100 процентов от этих пациентов не умирает. А это самое главное у вакцин. Они безопасны, они эффективны и люди не умирают. Ну, имеется в виду, если они там COVID, COVID даже заболеют на фоне этой прививки. Мы не говорим сейчас о реакциях после вакцин, особенно там AstraZeneca, эти редкие случаи тромбозов. У нас вот еще один, наверное, успеем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, у меня по отношению AstraZeneca, да, там были случаи с тромбозом. Вот у меня, допустим, суженные сосуды и было кровоизлияние мозга, да. Не опасно ли мне, допустим, делать такую прививку? Спасибо. 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 Да, спасибо за вопрос. В целом, очень сложно сказать, ну, действительно, ну, сейчас еще так этих случаев мало. Они в основном в Великобритании, где эта вакцина и разработана, где они ее тестируют больше, на большем количестве людей. Сказать, у кого конкретно может случиться этот тромбоз, вообще невозможно. Если у вас есть, скажем, предрасположенность к этим тромбозам, да, что там инсульты, инфаркты, суженные сосуды и там плохое кровообращение, это не должно, как бы, не стопроцентное противопоказание к AstraZeneca, но может в таком случае все-таки лучше подумать об Pfizer или Moderna, поскольку у нее таких побочных эффектов не описано еще до этого, да. Поэтому в целом это не контриндикация, не противопоказание, но, может быть, можно подумать и о другой вакцине. Ну, просто разумный подход. И у нас, ай, сорвался только что звонок. Перезвоните, у нас еще есть время. Алло. Да, оно. Доброе утро. Доброе утро. Будьте любезны, у меня три вопроса к вам. Первое. Можно ли делать после первой прививки AstraZeneca вторую прививку другой вакциной? А второй вопрос у меня следующий. После того, как я сделал прививку AstraZeneca через четыре недели, я сделал на антитела исследование. И у меня показало такой результат. До прививки у меня было 0,05 коэффициент, вот этот показатель. А после прививки, через четыре недели, стал он 6. О чем это говорит? Спасибо. Спасибо. Надо успеть ответить. Спасибо. Значит, на первый вопрос нет. Если начали прививаться одной вакциной, заканчиваем той же вакциной. Даже несмотря на то, что, допустим, Pfizer и Moderna, по сути, работают одинаково, до сих пор не доказано, что можно заменять, и что эти вакцины взаимозаменяемы. Поэтому нет. Если AstraZeneca и начали прививаться, так же и заканчиваем AstraZeneca. В Латвии, что хорошо, если вы вакцинировались одной дозой, вам эта вакцина откладывается на вторую дозу, поэтому нет такого, что вам вакцины не хватит. В Германии ситуация немножко другая. Там пытаются вакцинировать всех возможных с первой дозой, поэтому может быть такое, что придется немножко подождать вторую дозу. В Латвии такого нет. Если вы один раз вакцинировались с первой дозой, вам вторая доза уже отложена. И что касается антител? И по поводу второго вопроса, антитела как таковые, это эти цифры, которые там написаны, да, это все немножко такое очень субъективное. Наш иммунитет каждый день вырабатывает разное количество антител, поэтому если один день там цифра одна, другой день другая, это вообще ничего не показатель ничего. Если после первой прививки антитела появились, этот коэффициент вырос, это хорошо, значит, иммунная система распознала вакцину, и антитела начали вырабатываться. Но это никак не значит, что вы вторую дозу не должны получить. После второй дозы иммунитет намного выше и более стабилен, чем после первой дозы он быстро падает. Спрашивают еще, нужно ли будет продолжать, ну сколько действует вот эта вакцина, и нужно ли будет продолжать дальше вакцинироваться в будущем? Ой, вот это очень хороший вопрос, на который сейчас пытаются ответить во всем мире. Нужно ли будет делать ревакцинации? Пока что ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, нет. Вполне возможно, что так оно и будет, что будем мы ревакцинироваться попозже. Илья, огромное спасибо. К сожалению, время ограничено. Если вы не откажете, мы хотели бы обратиться немного позже снова к вам и продолжить живое человеческое общение, потому что вопросов, к счастью и, к сожалению, одновременно хватает. С нами был Илья Дергунов, резидент-инфектолог университетской больницы Министрада непрактикующего в отделении с больными COVID-19. Илья, огромное вам спасибо за информацию. Спасибо большое. Информация невозможна без интернета, особенно информация, связанная с прививками, с пандемией и прочими подобными вопросами. И в год пандемии компания БИТа максимально увеличила мощность интернета. Подробности читайте на эту тему на портале MixNewsLV. Мы же уходим на небольшую паузу, после которой вернемся в эфир и с новой темой, с новым гостем. Пускай это останется пока интригой. Утро на балконе